Олег Васильевич Коршунов В 2010 году окончил Ростовский государственный медицинский университет, в 2012 – ординатуру по специальности неврология, в 2018 году получил диплом о профессиональной переподготовке по специальности Организация здравоохранения и общественное здоровье, с 2012 года работал врачом-неврологом КДЦ «Здоровье», с 2016 года начал работу в качестве врача-невролога Южного окружного медицинского центра ФМБА России, В 2017 году на базе Ростовской клинической больницы Южного окружного медицинского центра ФМБА России организовал работу первого в области кабинета по лечению патологий, сопровождающихся болевым синдромом. В 2018 году организовал и возглавил отделение медицинской реабилитации. В 2019 году стал главным врачом Центра медицинской реабилитации «Центр детских и юношеских программ МИР» в городе Таганрог. Опубликовал 21 научную печатную работу, стал автором методического пособия для бригад скорой медицинской помощи. В 2016 году Олег Васильевич стал победителем проекта «Профессия врач», посвящая себя людям. Член регионального отделения Союза реабилитологов России и Российского межрегионального общества по изучению боли. Здравствуйте, Олег Васильевич. Рада приветствовать вас в нашем эфире. Олег Васильевич, говорим сегодня с вами о нервной системе. Очень много мы уделяем внимания нервной системе, очень много в разговорах, ее упоминаем очень часто. Но в последние годы, мне кажется, даже еще чаще, еще больше в связи с появлением коронавирусной инфекции. Действительно ли наша нервная система такая уязвимая? Это, к сожалению, так. И ковид показал это в очередной раз. И персистирование, то бишь жизнь вируса в нервной системе и в системе сердечно-сосудистой превалирует над другими тканями. То бишь вирус там находится достаточно долго, много месяцев. Хотя раньше все считали, что буквально там две недели, и вируса уже в организме как такового нет. И мы имеем последствия исключительно вирусной инфекции. К сожалению, нет. В нервной системе вирус живет долго. И периоды своевременного обращения с целью коррекции каких-то нарушений на фоне ковидной инфекции центральной нервной системы имеют крайне важное значение. Соответственно, чем раньше человек обращается, тем более эффективно лечение и в полной мере можно оказать помощь. Статистика показывает, что обращение за медицинской помощью у населения России составляет порядка 20%. 80% пытаются самостоятельно пережить, переждать, решить вопрос прогулками, как ни странно. Это входит действительно и в рекомендации врача, но это очень однобогое видение лечения ковидной инфекции. То есть терапия, она безусловно базируется и на использовании лекарственных препаратов, и физических нагрузок, в зависимости от того, в каком состоянии на данный момент находится пациент. И физиотерапия, и лечебная физическая культура, то есть много вариантов, и, как правило, это комплексный подход. Плюс, может быть, не совсем с моей позиции корректно говорить исключительно о ковиде как нейроинфекции. Это не совсем так, мягко говоря. Ковид поражает практически все системы и органы. И когда мы сталкиваемся именно с так называемым постковидом, постковидным синдромом, то основную проблему составляет не только и не столько поражение центральной нервной системы, как комплекс сопутствующих проблем, которые могли быть уже у пациента. Например, скрытый сахарный диабет, либо сахарный диабет, который протекал так, что не сильно уделялось этому вниманию, не своевременно принимались препараты, та же артериальная гипертония. Вот на фоне ковида все хронические проблемы, которые имелись, которые имеют субклиническое течение, они, к сожалению, очень активно проявляются. И сложность введений таких пациентов сводится не к тому, что нужно лечить исключительно поражение центральной нервной системы, нужно полное обследование, полное понимание, что в организме у пациента происходит, и подход должен быть мультисистемным. То есть без терапевта, кардиолога, невролога, нефролога и ряда других специалистов очень сложно ввести, практически невозможно. Мы видим, что нервная система связана практически со всеми органами. Как вы сказали, что же происходит, когда она подвержена определенным изменениям? Да, даже можем говорить стрессу, переживаниям и так далее. Стресс, переживания, так называемая группа аффективных нарушений, они характерны для ковидной инфекции. Порядка 30-40% людей, перенесших ковид в постковидный период, имеют данные проблемы, вплоть до развития депрессии. Есть исследования, которые показывают о том, что идет уменьшение объема серого вещества головного мозга на фоне ковида, ну, собственно говоря, клеток головного мозга, о восстановлении именно клеток речи, к сожалению, не идет, восстановить их невозможно. Возможно улучшить спрутинг, возможно увеличить количество белого вещества, но имеется в виду синаптических контактов между оставшимися клетками, но здесь крайне важен период, когда человек обращается за медицинской помощью. Если это не своевременно, если это больше четырех месяцев, вот есть такая цифра некая, да, она пока эмпирически, но в литературе она звучит, то восстановление крайне затруднительно, и некоторые пишут даже крайне маловероятно. Ну, я по натуре оптимист, то есть я считаю, что все-таки пробовать нужно всегда, и, как показывает моя практика, определенного процента эффекта мы достигаем в любом случае. А если мы поговорим о переживаниях и стрессе в повседневной жизни, если человек, есть же люди, которые более подвержены стрессу, переживаниям, нервная система, то есть их тоже страдает от этого? Безусловно, то есть психосоматические расстройства, вы имеете в виду, да, то есть на фоне длительного переживания, на фоне изменения образа жизни, различные локдауны и так далее, то есть они сказываются так или иначе на трудовой и бытовой деятельности людей, и каждый реагирует по-разному. Многие впадают в состояние астенизации, тревоги, невротические различные реакции дают, что приводит к снижению качества жизни, то есть жизнеугрожающих ситуаций, как таковых, это не дает, но качество жизни крайне снижается. Снижение качества жизни, соответственно, мама в семье не может нормально оказать какую-то вот помощь детям, да, ну, грубо говоря, они не брошены, но качество ухода значительно снижается. На работе человек ведет себя более рассеянно, невнимательно, не может сконцентрироваться, это не зависит от первичного затравочного интеллекта. Вот, поэтому, конечно, терапия нужна, обращать на это внимание нужно, это не слабость духа, сразу подчеркну. Человек может и не разобраться сразу, что с ним происходит, да, но стал рассеянней, может быть, меньше его стало волновать определенные вещи, да, которые раньше он переживал, очень старался, да, быть исполнителем и так далее. Тут он стал более равнодушным к некоторым моментам, что не свяжешь даже, да, с нервной системой и так далее. Ну, равнодушие, на самом деле, оно плохо для всех, кроме самого человека. То есть, возможно, это способ психики спастись. Но равнодушие я достаточно редко встречаю у такой группы пациентов. В основном, наоборот, тревога. Причем тревога необоснованная, и люди это понимают. Вот. Вопрос, опять-таки, нужно обращаться за медицинской помощью. То есть, основная проблема наших людей в том, что они пытаются за счет силы воли, характера самостоятельно, по совету кого-то, не совсем с ведущего, решить эту проблему. К сожалению, это часто не удается. О психосоматических расстройствах Вы сказали, если поговорить о заболеваниях, которые возможны вследствие расстройства нервной системы. Психосоматические расстройства, в частности, затяжные депрессивные эпизоды, тревоги, беспокойства, приводят к снижению кровообращения. Сначала рефлекторному лобных долей, затем за счет длительного снижения кровотока возникают субдементные и дементные изменения. То есть, падает когентивка память, внимание, мышление. И мы видим достаточно молодых людей, у которых значительно выражено нарушение адаптации, ну, выражено нарушение адаптации, а в основе это тревога или депрессия, сублорвированная. Потому что мозг не может находиться всегда в одном состоянии. Он должен меняться. Если вы, ну, я думаю, вы были всегда когда-нибудь на свадьбе, грубо говоря, или кардинально наоборот, на похоронах, да, то есть, вы обратили, возможно, обратили внимание на такую ситуацию, что на свадьбе в какой-то период свадебного процесса люди начинают рыдать, плакать, даже не плакать, рыдать. Слезы от счастья даже тоже такое бывает, высказывание. Сейчас скажу, прокомментирую этот момент. Это защитный механизм мозга. Мозг не может находиться всегда в одном состоянии. Неважно, это состояние счастья или состояние тревоги и беспокойства. Так же и похороны, да, то есть кто-то начинает просто смеяться. То, что необоснованно, казалось бы, да. Да, это мозг таким образом разгружает себя. Он переходит из одного состояния, там, негативизма в позитивизм, и наоборот, то есть чтобы просто, ну, нормально поддерживать свои функции. Можно ли на начальной стадии выявить заболевание, на что нужно обратить внимание, да, чтобы своевременно обратиться к специалисту? Заболевание, безусловно, не можно, нужно, и все возможности у нас есть для этого выявлять на ранних стадиях. От этого зависит дальнейшая жизнь, качество жизни, продолжительность жизни людей. Но, опять-таки, в основе это доверие, доверие к медицине, доверие к врачу, к которому вы обращаетесь, да. Просто выполнить МРТ и успокоиться на том, что там патологии не выявлено, объемных образований нету, сосудистые какие-то программы выявляют отсутствие аномалий, аномалий, аневризм, альформаций, это не говорит о том, что нет проблемы. То есть самое важное — это наличие клинициста, человека, который понимает, что вам нужно сделать за исследование, нужно ли, возможно, просто сдать кровь, а не делать МРТ. Очень много медицинских нюансов существует. На что обратить внимание? Допустим, не каждый же из-за чувства тревоги, которая иногда возникает, обращается к специалисту. Если разделить наш период на два этапа — до коронавируса и во время коронавируса, вот, допустим, до коронавируса принято ли было, в принципе, обращаться к врачу, если какое-то наблюдается, что там кружится голова какое-то недолгое время, или же какое-то чувство тревоги ненадолго появилось? Ну, смотря какая степень выраженности, продолжительности и в какой ситуации возникают симптомы, если человеку это мешает выполнять трудовую деятельность, и он на грани потери работы, либо он не может дома, например, готовить из-за того, что у него кружится голова, или там болит рука, да, которой надо там, ну, что-то нарезать, я не знаю, вот, делать, то, конечно же, он обратится за этой помощью. То есть за помощью обращаются при нарушении привычного образа жизни. В плане тревоги, опять-таки, всё зависит от степени выраженности тревоги. Все мы тревожимся, все абсолютно в 100% случаев, так или иначе, в какой-то период времени испытывали это чувство. Ничего плохого здесь нет. Тревога, волнение кратковременно, да, то есть на какую-то ситуацию, то есть в виде реакции. Но если тревога затяжна, если тревога приводит к тому, что ты не можешь вообще ничего делать, не можешь выполнять свой привычный функционал, ну, это уже проблема, а проблему надо заниматься и лечить. Есть ли определенный возраст у ваших пациентов, допустим, молодежь определенного периода возраста чаще обращается, да? Люди в каком возрасте обращаются чаще? Ну, с тревогой чаще молодежь обращается, трудоспособное население, трудоспособного возраста, не только, то есть пенсионеры также приходят, потому что понятие пенсионер – это тоже обширное понятие. Есть достаточно активные люди, неважно сколько лет, вплоть до 80 и более, которые готовят, которые делают какую-то работу, может быть, меньше, чем раньше. Может быть, даже и работают. Да, да, да. Но процент обращения больше среди молодых, конечно. Даже так, да? Это какая-то тенденция определенная или так было всегда? Нет, так не было всегда. Просто сейчас достаточно серьезно меняется подход к работе у людей, и у работодателей, я так понимаю, к наемному персоналу. И требуются люди, которые могут более качественно выполнять свой труд, свой функционал. А человек, у которого есть тревога, у которого есть стенизация, он, к сожалению, КПД у него снижается. И это нужно что-то делать. Ну и давайте перейдем в этот период времени, да, во время коронавирусной инфекции. Поговорим о заболеваниях нервной системы в этот период времени. Вы уже сказали о том, что коронавирус, в принципе, да, и есть такое высказывание, что он бьет по слабым органам. И в связи с этим нервная система всегда ли подвержена или же не всегда? Человек, у которого она, можно сказать, да, более крепкая, может и не ощутить последствия коронавирусной инфекции. Скажем так, нервная система в кавычках «любимая», одна из любимейших систем ковида. Вот, но не только нервная, они вот вместе с сердечно-сосудистой. То есть, потому что говорить о том, что ковид поражает исключительно нейроны, не приходится. Постковидные реакции — это реакции нарушения кровообращения и воспаления. Есть такое понятие мультисистемный воспалительный синдром. Очень нехорошая вещь, о которой, ну, к сожалению, не все, может быть, знают, потому что после уже перенесенной инфекции воспалительный процесс может длиться месяцами, если не годами, вызывать серьезные повреждения тканей, систем и органов. Вот, плюс тромбозы, то есть воскулиты, воспаление эндотелия с формированием тромбозов, а это может быть и глазки, и головной мозг, и сердце, и почки, и кишечник, и мышцы, и суставы. Ну, то есть совершенно любой орган, любая система. Вот, поэтому тут очень много нюансов, опять-таки, да, то есть на каком этапе человек обращается. Ковид — это такое сейчас более обширное понятие, нежели его последствия. Нужно вычленять ту группу осложнений, которые ковид оставил, и лечатся именно они. Потому что если мы будем просто противовирусными препаратами лечить постковидный синдром, это путь в никуда совершенно. Поэтому здесь требуется, скажем, филигранность в работе и филигранность в общении с пациентом, чтобы человек не думал о том, что почему доктор обращает внимание на мой воспаленный мочевой пузырь, да, хотя он раньше не воспалялся. Потому что цистит, как одно из осложнений, постковидные реакции более чем возможны и достаточно часто встречаются. Вы сказали, что, можно сказать так, эффект отсрочного действия, да, человек почувствовал какие-то определенные симптомы спустя какое-то время после заболевания и не всегда даже свяжет эти симптомы с этим заболеванием. Если говорить о нервной системе, то, как правило, с какими проявлениями вы встречаетесь, с чем приходят после коронавируса и не всегда даже связывают именно с этим заболеванием? Если мы говорим исключительно о реакции нервной системы, без вовлечения, ну, такого не бывает, но вот такой искусственный вариант, да, то есть человек обращается исключительно с проблемами нервной системы в рамках постковидной реакции, постковидного синдрома, то это, конечно же, тревожность, астенизация, причем выраженная астенизация. Если длительно существующий период, это депрессивные синдромы, возможны какие-то инсульты головного мозга при наличии воскулитов, то есть воспалений сосудов головного мозга, либо нарушений, ну, декомпенсации сердечно-сосудистой системы при имеющейся уже хронике, также у людей снижается память, внимание, нарушается, в принципе, мыслительный процесс. И вот здесь очень важный момент, о котором хотелось бы сказать. К сожалению, не существует универсальной схемы лечения этого состояния. И, как правило, это состояние очень активно нарастает и поддерживается. Поэтому мы лечим в несколько этапов. В динамике, по анализам, отслеживая эффективность, и даже по окончанию лечения в рекомендации первым звучит, в какой период времени, какое исследование сделать. Вот, например, мои пациенты, они скидывают мне там ватсапкой, потом анализы, да, чтобы я понимал, не вернулась ли та проблема, с которой человек ко мне обратился. Да, она не в той степени вернется. Но проблема крайне серьезная. И ее лечить там 10-дневным курсом капельниц или там уколов каких-то, да, невозможно, к сожалению. Это несколько месяцев хорошего лечения. Олег Васильевич, в таком случае, что необходимо для того, чтобы нервная система восстановилась? Восстанавливается ли в принципе нервная система? Да, мы знаем высказывание такое известное, что нервные клетки не восстанавливаются. Есть ли связь между этими высказываниями? И что в жизни? Это страшно правильное высказывание. Как я уже сказал, то есть серое вещество при длительно существующем ковиде, постковидном синдроме уменьшается в объеме. А серое вещество — это клеточки. А отростки образуют так называемое белое вещество. И вот серое вещество, к сожалению, восстановить нельзя. Но на раннем этапе можно блокировать его дальнейшую гибель. То есть можно профилактировать уменьшение количества нервных клеток. И это сверхзадача. Всё сводится только к тому, на каком этапе человек обращается за медицинской помощью. Ну а что-то поправимо? Можно ли как-то качество жизни человека сделать лучше? Всегда можно сделать качество жизни человека лучше. Даже с минимальным количеством серого вещества, то есть облегчить его состояние, безусловно, можно. Но если мы говорим о социальной активности, на том же уровне, на котором она была, если мы говорим о сохранении памяти, внимания, мыслительных процессов, скажем так, «я», то желательно это всё сделать намного раньше. И есть ли профилактика? Непростое время, да, мы сейчас переживаем, волнение уже два года в связи с коронавирусной инфекцией, очень многие просто переживали, в принципе, из-за своих близких, и процесс, который нас окружает, да, как бы этому способствует. Какие рекомендации от невролога есть для того, чтобы сохранить нашу нервную систему здоровой? Может быть, какие-то даже практические рекомендации? Безусловно. Есть такое, три весёлых буквы в Советском Союзе разработанных, называется ЗОЖ, здоровый образ жизни. Как ни странно, намного проще и намного эффективнее лечению поддаются люди, которых кормят хорошо, которые кушают мясо, белок, нехватка которого достаточно часто наблюдается у пациентов, перенёсших ковид, которые следят за работой кишечника и своевременно его опорожняют. Это крайне важный момент. У которых нет дисбактериоза в кишечнике, соотношение лакта и бифида нормальное, нет патогенной микрофлоры. У которых прекрасно работает печень. То есть профилактика и двигательная активность. То есть замечено, что люди, которые впадают в тревогу, депрессию на фоне инфекции, они намного тяжелее выходят из этого состояния с большим процентом поражения. Люди, которые же двигаются, несмотря на проблемы, несмотря на усталость и так далее, которые кушают, несмотря на то, что они не хотят есть. Самое страшное, что ковидники не хотят кушать совершенно. Есть там гипотеза, образуются антитела к рецептору головного мозга, которые подавляют желание есть. Это ужасно, потому что нехватка витаминов, нехватка микроэлементов, она невосполнима быстро медикаментами. И люди дома, получая абсолютно правильно медикаментозное лечение, убивают инфекцию, а в дальнейшем страдают от нехватки своевременного питания и двигательной активности. Самое важное правило, какое можно по итогу нашей беседы сделать? Быть к себе внимательным. Быть внимательным друг к другу. Потому что, к сожалению, когда ты болеешь, понятие внимательности к себе не совсем корректно. Но когда рядом есть человек или люди, которые готовы прийти сначала к тебе на помощь, а потом, не дай Бог, но это понадобится, и ты приходишь на помощь таким образом, вот в семье, где я вижу людей, болеющих ковидом, или постковидным, точнее, синдромом, у которых родственники четко выполняют рекомендации по питанию, по двигательной активности, которые любят его, или ее, больного человека любят. Не просто оставили где-то в комнате, и он там что-то пьет, не пьет, ходит в туалет, не ходит, просто уход. Такие пациенты восстанавливаются, восстанавливаются быстро и несмотря на возраст. Совершенно. Быть внимательными друг к другу и своевременно указать на проблему и помочь человеку в разрушительстве. Любить друг друга, да. Олег Васильевич, благодарю вас за такую полезную, интересную беседу. Спасибо. Спасибо большое. А я напоминаю, что мы говорили о заболеваниях нервной системы и профилактике с неврологом-реабилитологом Олегом Коршуновым. В студии работала Яйна Панфилова. До встречи в следующих программах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»